Мошенничество с землей. Скам есть в любой точке мира. Можно встрять. В недвижке есть подводные камни. Знаешь, вот часто говорят, чем дешевле, тем лучше. Ну, как бы логично же, что чем дешевле, тем хуже. Смотри, эту виллу ты можешь купить, например, на компанию. И на компании будет в собственности земля и в собственности вилла будет. И ты будешь владеть компанией. Кстати, на хорошую элитную недвижимость здесь спрос превышает предложение. Но такая недвижимость всегда дорожает в цене. Сколько доходность такой недвижимости, если ее сдавать вообще? 10, 15, там 20% годовых. Вадим, а что точно неликвидное? Вот все, что с правой стороны, восточное побережье, я считаю, это неликвидное. Много недостроя? Наверное, там процентов 5-7. Высокая влажность и объект может испортиться, либо пойти там плесень, либо стены там подмоют. Ты когда-нибудь видел разваленные, блин, виллы и отели, блин, которые стоят там в хороших ликвидных местах? Смотри, а есть вообще ипотеки, рассрочки здесь? Здесь такое не работает. А работает ли здесь флиперство, как в Дубае? Это работает, это очень хорошо работает. 40-50% чистыми люди зарабатывают. Что посоветоваешь человеку, у которого есть 100 тысяч долларов, либо 10 миллионов рублей к текущему курсу? На Фукете можно что-то купить за эти деньги, проинвестировать? Друзья, всем привет. Новый выпуск и еще один выпуск на канале с Вадимом. Мы снимаем на Фукете и сегодня мы поговорим про недвижку в Таиланде. Как купить себе недвижку и не прогореть. Собственно, у меня много друзей, которые любят Таиланд, прилетают, отдыхают, но хотели бы купить себе недвижимость. То есть, либо жить с семьей, либо купить и сдавать в аренду. Почему жить с семьей? Чтобы она не упала в цене потом, не разрушилась. Потому что есть теория, что в таком климате дом может разрушиться и не расти, а в цене упасть только. Или с горы упасть. Давай поговорим про это. От какой суммы можно купить вообще недвижимость в Таиланде? С ним мы не берем хибару из бамбука. Ну вот, если не берем. Хорошее уточнение. Если не берем хибару из бамбука и еще мы хотим ликвидную недвижимость. Ликвидную, да. Да, вот важное слово. То от, наверное, сейчас где-то от 120-150 тысяч долларов. Нормальная студия какая-то в хорошем кондике, которая будет нормально сдаваться и приносить какой-то пассивный доход. Квартиры это, наверное, 120-150 до, наверное, среднее, наверное, там до 500-700 тысяч долларов. Я сейчас по своему даже проекту говорю тебе по Лоян Грин Парк. У нас есть там самая дорогая квартира 700 тысяч долларов. А самая базовая? Самая дешевая было 100, но сейчас, наверное, от 130 тысяч долларов. Это такая студия минимальная. Если мы говорим про вилы, то, наверное, ликвидные, опять же, да, вилы. Это можешь продать потом, да? Да, да. Которую продать, которую сдавать, которая будет у тебя заполняться, то, наверное, от полумиллиона долларов. Но есть, конечно, ну, например, у нас недавно была сделка квартира, пентхаус в Андаре комплексе. Это там дорогой комплекс. На Пхукете. На Пхукете, да, на Камале. 4,2 миллиона долларов мы продали 400-метровый пентхаус. Это квартира. Кстати, на хорошую элитную недвижимость здесь спрос превышает предложение. Это же моя профессиональная деятельность. Поэтому мы с тобой разговариваем. Да, мы здесь делаем много, на сотни миллионов долларов сделок в недвижимости. Это и в нашем проекте, и не в нашем, не в наших, по всему острову. Вот наша сервисная компания продает очень много недвижимости, поэтому я уже лично отошел. Вот я раньше сам лично ездил как агент, закрывал сделки. Сейчас нет. Сейчас уже у меня целая команда, есть ребята. Поэтому если кому-то там, опять же, ребята, интересной будет недвижимость на Пхукете, просто для консультации пишите. Мы все честно расскажем, покажем. Кому интересна недвижимость, то мы встретим в аэропорту бесплатно фаст-трек. То есть мы встретим прямо, знаешь, как не у трапа, но у рукава самолета. И отвезем там на вилу или в отель, а еще поможем полностью в аренда вилы или там, что бы то ни было, во всем поможем, позаботимся. Ребята, поэтому контакты команды Вадима, пишите, если вам нужна ликвидная недвижка, ребята помогут и еще помогут доехать до вашего места проживания. Нужно села в США, Канаде, Европе или любой другой стране? Ты по адресу. Команда Rush Agency обеспечит поток льдов из поиска в любой стране и в любой нише. Мы уже более шести лет продвигаем сайты в США и в других западных странах. Мы являемся лидерами в зарубежном продвижении среди русскоязычных команд. Почему тебе стоит обратиться к нам для продвижения за рубежом? Rush Agency — единственный системный отдел в России, который умеет продвигать сайты в зарубежном Google. Мы сделали более ста успешных проектов на западных рынках, пока наши конкуренты только учатся. Мы умеем строить ссылки в любой нише и на любом языке. Мы возьмем на себя все заботы по продвижению вашего сайта и внедрению правок и увеличению конверсии вашего трафика. А еще среди наших клиентов крупнейшие международные компании в самых конкурентных тематиках. Доверься профессионалам с многолетним опытом на рынке, а не дилетантам, которые будут учиться на твоем сайте. Переходи по ссылке в описании и получи бесплатный прогноз роста трафика и разбор точек роста твоего бизнеса. А Rush Agency это реализует. Сомневаешься? Ребята из моей команды пришлют тебе десятки историй успеха наших клиентов, бизнес которых мы вывели на новый уровень. Переходи, оставляй заявку, а мы продолжаем. Такой вопрос. Вот тот пентхаус за 4 с чем-то ляма баксов. Да, 4,2. И там 400 квадратов, ты сказал? Да, да. Вот это ликвидная недвижимость? 10 тысяч долларов в квадратный метр. Смотри, это ликвидная недвижимость. Раз она купилась на вторичке, то она уже ликвидная сама по себе. Может, она 7 лет продавалась с 15-ти? Может, ее по strike price продали? За 5 покупали, за 4 продали? Нет, люди, которые покупали ее, то покупали за 2-2,5, но когда она там строилась давно, 15 лет назад. И вот у них там X2 прирост к этой недвижимости. Значит, но такая недвижимость, она ликвидна. Просто она может не очень быстро продается, потому что такого покупателя не так-то и просто найти. Но такая недвижимость всегда дорожает в цене. Это как дорогие часы, которые лимитированы, их мало, и они всегда дорожают в цене. Вот это про ту недвижимость. Это, можно сказать, такая коллекционная недвижимость, которая всегда растет в цене. Понял. Ну да, уникальные объекты, если какие-то, тем более. Это пентхаус, который один на Марину смотрит. Она дешевле, она может где-то в моменте стать дешевле. Кризис недвижимости, эпатичный кризис. Да, да, всякие разные там... Переждать можно и всегда будет расти. Конечно, конечно. Вадим, а что точно неликвидное? Что вот точно не стоит брать, это фигня полная. Неликвидное – это восточное побережье. Это какие районы для нубов? Вот на Пхукет смотришь, он как такая сосиска, да, такой, он вытянутый в 50 километров в длину, и самая широкая сторона, ширина его – это 20 километров, 23 километра. То вот все, что с правой стороны, восточное побережье, я считаю, это неликвидное. Почему? Потому что там отливы-приливы, и там некупабельные пляжи, там кораллы, ил, там всякое такое. То есть там купаться невозможно. И там всякие разные там деревни, рыбацкие, там всякое такое. Есть мыс Панва, там есть несколько отелей, есть классные виды, там теоретически можно для жизни там. Но она все равно, как по мне, на... На отдалении, тем более, от всех туристических активностей. Западное побережье, то это ликвидное, если мы говорим про Пхукет. Знаешь, вот часто говорят, чем дешевле, тем лучше, да, там, то, ну, как бы логично же, что чем дешевле, тем хуже. Всегда. Да, поэтому, о, там, дешево-дешево. Но это будет либо район плохой, либо там какие-то траблы там с землей или еще с чем-нибудь. С водой, стройкой, что-нибудь, да. В общем, всегда нужно, давай так, для того, чтобы купить ликвидную недвижимость, я сейчас процитирую, наверное, там, Киосаки, богатый, бедный папа, да, он же там на недвижимости. Не ленитесь, я понимаю, что приехали на отдых, и здесь мало свободных дней, но не ленитесь, посмотрите по максимуму объектов, которые вы по своему запросу. Вот посмотрите с разными людьми, то есть вот это тоже важно. И, ну, как бы серьезное решение, ну, можно встрять. В недвижке есть подводные камни, есть какие-то там девелоперы недобросовестные. Районы, может девелопер кинуть, район неликвидный, либо какое-то место стрёмное, куда там вот такой заезд на байке, например, да, и там просто семья с ребенком не сможет заехать, например. Ну, типа того, да. Не смогут снять. С одной стороны, там может быть ликвидная недвижимость, она может хорошо сдаваться, там, Патонг, например, но это такой город Клоака, ночной город, где прям трэш, грязь, тусовщики, да. Там много отелей, но где-нибудь там теоретически можно купить недвижимость, она заворачивается там по более завышенной цене и на туристок, которые там на несколько дней там приехали и ухватили и уехали, знаешь. А потом не знают, что с этим делать. То есть завышенная цена может быть, это тоже неликвидно. Тоже, ну, да. Ты потом будешь ждать 15 лет, когда весь острый вырастет, чтобы ее продать хотя бы за те же деньги. Да. Смотри, а есть вообще ипотеки, рассрочки здесь? Рассрочки на период строительства есть. Есть один девелопер, который дает после периода строительства, там, до пяти лет, но с процентами рассрочку. Как ипотека, тоже кредит тип. Да, да, да. Ну, это как бы от девелопера. Но только на 50% от стоимости недвижимости. И не оформляет, пока ты полностью не выплатишь. Но вот просто пойти в банк и взять, оформить ипотеку на недвижимость, теоретически можно, но практически это очень сложно. Мало банков, и они не дают. Это должна быть какая-то кредитная история огромная, активы какие-то там. И смотри, на самом деле потребности такой большой нет. Мы же все-таки говорим о курортной недвижимости. И в курортную недвижимость 90% клиентов, которые к нам приезжают и инвестируют, то для них это, для них, у них другая проблема. У них есть свободный кеш, куда его ликвидно приземлить, чтобы он не терял в себе. Чтобы инфляция не сжирала, чтобы он приносил какой-то пассивный, стабильный доход. И наоборот, им нужны не кредиты брать, а нужно разместить где-то деньги. У них уже точно есть своя недвижимость в своих городах каких-то, где они живут. И это вторичная недвижимость больше для инвестиций, либо как дача для себя. Знаешь, откуда вопрос? У меня есть приятель, он в Америке как делает? Допустим, у него есть миллион долларов. Он может купить там квартиру за миллион долларов, сдавать ее в аренду. Но он берет 4 квартиры по 250 тысяч долларов, платит часть в ипотеку, готовые сдает, арендаторы отбивают. Вот, а пришейшин еще идет, то есть он дорожает. Дальше в банке он берет еще кредит, закладываете. И вот так вот делает много объектов. Я понимаю, здесь такое не работает. Здесь банковская система, она такая консервативная. И иностранцам вообще не дают кредиты здесь. А работает ли здесь флиперство, как в Дубае? Да, да, да. Это работает, это очень хорошо работает. У меня на объекте, на Лаянгрин парке, люди, которые купили 3 года назад, сейчас продали. И вот мы прям заморочились, посчитали, по чем покупали, по чем продали. 76% заработали максимум за 3 года, да. А средний заработок на? Давай так, 2-3 года 40-50% можно заработать вот на флиппинге. Если ты купил, ну и опять же, ты покупаешь ее в рассрочку. Ты, например, на ранней стадии покупаешь, там, платишь сколько-то, там, 30-35% серого износ. Ну, как сразу? Сразу там 3 тысячи долларов, 100 тысяч бат платишь, например. Потом 35% через месяц. Потом по периодам строительства. Но когда периоды строительства начались, то цена уже пошла вверх. У девелопера мы поднимаем. Мы поднимаем на каждом этапе цену, как девелопер, я как девелопер. И потом через 2-3 года, когда уже объект готов, когда уже он там либо сдан, либо вот перед тем, перед сдачей в эксплуатацию, ты можешь продать свою недвижимость и заработать там 40-50%. То есть я могу флипнуть, даже когда еще объект не сдан? Конечно. Я хочу продать. Да, я как девелопер, там есть пункт в контракте, где за 50 тысяч бат ты приводишь своего клиента, я переоформляю на кого-то другого. А вы помогаете, например, вашей компании, если, например, я говорю, Владимир, я хочу продать? После того, как мы распродали больше 80% своей недвижимости. Мы распродали, ну, нам нет смысла, да, мы один раз продали, и потом еще продавать новому клиенту. Вам нужно остальное распродать своим прямым клиентам, правильно же? Да, ты можешь сам продать своим, кому хочешь, когда хочешь, и за это заплатишь всего. За переоформление документов 50 тысяч бат, то есть это полторы тысячи долларов. А я запущу, вот, например, мы сейчас в первой фазе, у нас там продано 95% своих, и сейчас люди, вот, флиппинг, которые занимаются, они попросили нас, и мы там порядка 20 квартир уже сейчас выставили на вторичку, так называемую. По дорогой цене, ну, там, по прайсовой цене, мы, ну, понятно, что там есть там комиссии, агентов комиссии, если агент привел клиента, комиссию какую-то мы берем тоже за то, что мы это занимаем. Как агент выступает. И вот за минусом этих комиссий, то, ну, я же говорю, там, 40-50% чистыми люди зарабатывают. Мы с тобой в перерыве говорили, что вот недвижимость в Азии, она же растет в цене, а что по поводу того, что вот здесь высокая влажность, и объект может испортиться, либо пойти там в лес, либо стены там под море. То есть насколько долговечна эта недвижимость, сколько лет можешь держать? С одной стороны, это миф, с другой стороны, нет. Ну, ладно, хотел метафору небольшую, ну, давай уже расскажу, раз начал. Знаешь, вот, ну, сейчас ребенок родился, маленький, да, которому там 20 дней всего лишь исполнилось. И вот есть такое понимание, что ребенка нужно там держать головку, то есть все, там, за ручки нельзя там поднимать, ну, такого новорожденного, он еще не может держать свою головку, ничего не может делать. Я проходил это 7 месяцев назад, да. Да, но как бы у тебя это первый, да? Да, поэтому я вот так делал, держал. Да, одно. Я тебе говорю, я за руки вот так вот этого ребенка поднимаю, беру и там укладываю себе сюда. И это когда-то еще там с предыдущими детьми мне жена сказала, говорит, я говорю, ой, там что-то голова, то-се, тоже там что-то там лелеяло. Она говорит, ты когда-нибудь видел детей с оторванными головами, маленьких младенцев? Каким-то образом у них голова держится. И руки может свое тело держать. Любой там ребенок может держать свое тело. Приблизительно то же самое вот в недвижимости. Немножко такая метафора может быть в стороне. Ты когда-нибудь видел разваленные, блин, виллы и отели, блин, которые стоят там в хороших ликвидных местах? Вот не знаю про места, но отели заброшенные видел, да. Заброшенные отели, это значит, их забросили. Ну, то есть, понимаешь, да? Да, это не природа их испортила, и поэтому забросили, да. Есть, конечно, здесь агрессивная среда, здесь море, здесь джунгли. Если ты забросишь недвижимость, какую бы то ни было, то джунгли ее быстро сожрут. Ляны пролезут в бетон, все разорвут. Конечно, да, да, сожрут джунгли. Но, как бы, если ты за ней ухаживаешь, за недвижимостью, то ничего с ней не будет, она будет служить нам десятки, сотни лет. Я вот, опять же, мы только что про Андару говорили, которую за 4,2 миллиона, которая 15 лет уже, она реально старенькая, но она сильно ухоженная. За ней всегда ухаживают. Там не воняет ничем, там нет никакой плесени, там, как бы, все кондиционируется, делаются всякие разные, там, косметические ремонты постоянно, и она в нормальном состоянии может быть много-много лет. То есть вопрос ухода просто. Конечно. Если ты не забрасываешь, плесень не будет, конди и работает, садовник все, как бы, делает. Там комплекс обслуживается жилой, все будет нормально. То есть, да, может быть, немножечко больше надо, хотя, хрен его знает, мне кажется, что где-нибудь там, не знаю, в Новосибирске, или где бы ты ни был. Попробуй окно оставь на месяц, у тебя все заплесневеет от снега, обои вот так вот свернутся. Там тоже надо, везде надо ухаживать. Еще, знаешь, есть такая тема, в недвижимости люди должны жить. Это, кстати, с машиной такая же тема. Если она будет стоять на стоянке, то она быстрее сдохнет за там 3-5 лет, чем если на ней ездить ты будешь. По кочкам пофигу, да. Да, то же самое с недвижимостью. Если она будет стоять там 3-5 лет, и в ней никто не будет жить, никто не будет проветривать, она сдохнет быстрее. Задохнется воздух, уже запах будет. Да, конечно, конечно. То есть, как бы, еще, ну, я не знаю, я там еще в эзотерике всякие верю, должна быть энергия человеческая. Оно построено для людей, там должны жить люди, и тогда и недвижимость живая будет. Ну, есть в этом логика, да. Знаешь, какой еще важный вопрос? Вот я на Бали какое-то время прожил, и там с землей и с покупкой недвижки вообще какая-то мутная схема, что ты можешь только взять в аренду на 50 лет у индонезийца. Да. Вот. А в Таиланде можно в собственность купить? Можно в собственность купить, но на тайскую компанию, в которой будет 51% тайец. Значит, но этот тайец, это мы проходили уже в предыдущей серии. Смотрите, вот тут вот будет прошлый выпуск, как найти хорошего тайца, который вас не заскамит. Здесь можно владеть, но через компанию, как бы землей, иностранцу. Тайцу-то можно напрямую владеть, а иностранцу через компанию. А недвижимостью можно владеть полностью. В Индонезии, да, там даже недвижимостью нельзя владеть. А вот здесь я могу купить просто квартиру? Квартиру, просто собственность на физику? Да. На физика могу, да? Да. А именно землю, да? Землю не можешь на физику. Но квартиру, допустим, виллу, которая строится, я могу купить себе? Да. А земля под ней? Ты можешь... Смотри, эту виллу ты можешь купить, например, на компанию. И на компании будет в собственности земля, и в собственности вилла будет. И ты будешь владеть компанией. Но через компанию ты будешь владеть виллой. И потом, когда ты захочешь продать, ты продаешь компанию вместе с виллой, вместе с землей. Нормальная практика, да, юридическая? Да, да, да. То есть люди не боятся, блин, а что компания там? Ну, это как бы такое частое возражение, и часто нужно людям объяснять, но когда ты хотя бы один раз попробовал, то тебе становится понятно, что это все безопасно. Ну, и как бы, когда человек начинает присматриваться к недвижимости в Тае, он понимает, что другого варианта нет, если он хочет покупать, он должен разобраться в юридической процедуре. Да, это все на самом деле несложно. Вообще несложно. Садишься на несколько часов и начинаешь читать. Мы там недавно проговорили, что сюда прилетает от 10 до 15 миллионов туристов по разным источникам. Многие из них влюбляются, многие из них приезжают, остаются здесь жить на зимовку, на постоянку. И многие из них инвестируют сюда деньги. Так вот только на Пхукете, если ты проедешься по всяким объектам недвижимости, то здесь на миллиарды долларов. Здесь есть виллы, которые стоят 10, 20, 30, 50 миллионов долларов одна вилла. Сейчас есть такой один друг мой, новозеландец. У него вилла на Пхукете стоимостью в 100 миллионов долларов. Прикинь? Десять лет ее строил. Это произведение искусства, это шедевр просто. Это самая лучшая вилла в мире, которую я видел. У меня есть, я пролетал над его виллой на вертолете недавно, и я так подснял. Я могу... Скинь нам футаж, мы попробуем ставить. Ну хорошо, я скину им. Прикинь, вот человек, как ты думаешь, он позаботился о том, чтобы свои инвестиции не просрать, грубо говоря. Такие уж точно. Да, 100 миллионов долларов в свою личную виллу вложил. Причем вряд ли там какой-то траст, какой-то опционный суперсоглашение. Там просто компания, которая сделана. Это нормально, на компанию все оформлено, земля построена, вилла, все законно. А есть какие-то здесь специфические методы мошенничества с землей, либо скам какой-то, на который попадаются новички, кто хочет купить здесь? Я думаю, что мошенничество, скам есть в любой точке мира. Где-то как-то. Честно тебе скажу, я не сталкивался с каким-то прям конкретным, откровенным скамом с землей, с недвижимостью. Есть, ну тоже это можно притянуть, что это типа скам. Есть какие-то недострои, есть какие-то там невыполнения обязательств. Но прямо чтобы жесткий скам... Много недостроя? В процентном отношении я тебе не могу сказать. То есть, ну, наверное, есть, наверное, там процентов 5-7-10. Это не то, что 30 там. Не-не-не-не, это не то, что рынок тебе скамовый. Но есть, есть недострои. Может, ты, кстати, рынки проверял, в чем разница в инвестициях в Таиланд и Бали, если кратко? Я изучал, мы пытались там открыть свой филиал, когда-то, давно, еще там в 14-15 году. И мне Бали не понравился. Объясню, почему. Мне не понравилось, что там инфраструктура совсем недоразвитая. То есть, там вот эти все пробки, маленькие дороги с точки А в точку Б обычно сложно доехать. Вторая тема, это все равно, как для меня, то это сильно мутная схема с этими индонезийцами, без которых вообще никак нельзя. Если здесь ты можешь оформить компанию, тайца поставил, но ты без него принимаешь любые решения, там просто никак. То есть, ты как бы должен довериться, открыться, дружить с ним. Да, и если что-то ему действительно в голову стукнет, то да, то как бы ты, иностранец, не имеешь там никаких прав. Здесь все-таки у тебя есть права, как у иностранца, и ты можешь отстоять их. Вот в этом смысле, с точки зрения там ценника, качества, не, мне кажется, что вы на Бали дешевле. Дешевле? Но качество, то, что я там вижу, как там строят, то там совсем плохо все там, ну, я не знаю, из того, что я вижу. Ну, лично для меня вот эта схема с землей, когда ты не владеешь, и причем ты не можешь купить, ты можешь просто арендовать над 50 лет. Я вот ни разу не дошел до вопроса, можешь ли ты продлить по той старой цене. Она перечеркивает всю привлекательность. Что посоветоваешь человеку, у которого есть 100 тысяч долларов, либо 10 миллионов рублей к текущему курсу? На Фукете можно что-то купить за эти деньги, проинвестировать? Ну, 100 тысяч долларов, наверное, да, можно поднапрячься и найти что-то на начальной стадии строительства, какую-то маленькую квартирку, студию, в которую можно проинвестировать, и она потом может подрасти немножко в цене. То есть можно вложить, да? Да. Какая доходность такой недвижимости, если ее сдавать вообще? Здесь средняя доходность, такая честная доходность. Многие всякие маркетинговые уловки говорят, там, 10, 15, там, 20% годовых. Значит, от аренды такой доходности нет. Честная доходность 5-8%. 5-8%. Да, 5-8% в долларах. Но в абсолютных деньгах от 100 тысяч долларов вроде как там не очень. Даже если 8, даже если 10, то это 10 тысяч долларов в год. Но она еще дорожать будет ее флипнуть. Да. Вот по поводу того, что она будет дорожать, то это да, это 40-50% за 2-3 года. Вот такая доходность. Понял. Ну, нормальная, кстати, доходность. Плюс она дорожает, курорт, круто. И вопрос от моего брата. Он хочет построить здесь дом на Пхукете. Хочет взять отдельный кусок земли, построить там виллу или там дом, какой-то проект. С какими проблемами он столкнется, даже если купит землю? Это прям так делают, либо это очень плохая идея так делать? Он столкнется с тем, что ему нужно будет решить вопрос, ну, во-первых, с самой покупкой земли. Нужно найти маленькие кусочки под отдельно дом, сложно найти. То есть нужно будет покупать больше, наверное, земли для того, чтобы и строить там не один, а там минимум два или три дома. Дальше. Он столкнется с сложностью с поиском подрядчиков. Сначала с архитекторами. То есть для того, чтобы сделать это все и узаконить, и получить разрешение на это все. Чтобы это все было законно. Дальше с подрядчиками. Кто строит, да, конкретно? Да, конкретно законтрактовать какого-то там генподрядчика и все это сделать. Если он сам не собрался строить своими руками, то это тоже... Ну, значит, тогда подрядчиков нужно будет нанять. Сейчас здесь на них спрос превышает предложение. То есть сейчас прям очень горячий рынок. Сейчас много людей хотят здесь строить. Таких умных, как твой брат. Поэтому он с этим столкнется. Ну, в принципе, если он эти вопросы решит, то он построит. Коммуникации, воду все это надо еще договориться провести. Здесь в основном вилы все построены на септиках под воду. Это новые биотехнологии. Вода тоже там, скорее всего, скважина. Артезианская скважина, да. Электричество подвести, получить разрешение, да. Он столкнется, но он их получит, если заморочится. Короче, все реально. Можно здесь такое сделать. Ну, я же сделал, вот я же строю, поэтому и твой брат сможет. Ну, ты эксперт с 11-летним опытом, а он первый раз. Ну, то есть это реальная история. Я ему помогу. Хорошо, Женя, напиши Вадиму. В одном из твоих выпусков я посмотрел, что ты задавал гостю вопрос с помощью чат GPT. Я тоже подготовился и задам тебе вопрос, который нам приготовил чат GPT, который я очень люблю. Многие из моих зрителей заинтересованы в глобальном развитии своего бизнеса. Какие советы вы можете дать предпринимателям, рассматривающим варианты расширения своего бизнеса в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии? В Таиланде, повторюсь, легкость ведения бизнеса, легко открыть компанию, легко завести деньги. Принимают отовсюду, лишь бы они у вас были, откуда их отправлять. И крипту даже, по-моему. И крипта, здесь есть внутренняя биржа, где вся крипта, USDT, биток, эфир, они все в парах с тайским батом. На самом деле, если есть желание здесь организовать бизнес, то вы будете один из многих-многих тысяч людей, которые уже организовали, которые уже прошли этот путь, и это все несложно. Приезжайте, пробуйте. Приезжайте, пробуйте, да, и дам вам менеджера, который поможет, проведет вас по всяким разным. Поэтому, дорогой GPT, главный совет от Вадима, бери и делай, приезжай и пробуй. Да, да, да. Надеюсь, ребят, выпуск вам понравился, вы теперь знаете, как не прогореть на недвижке, не купить халупу в потонге, в подвале, и знайте, что ваша вилла не сгниет, если вы не отдадите ее на растяжание джунглям. Лайкосик, подписались на канал и встретимся в следующих выпусках. Всем пока. Спасибо, ребята, за внимание.